Дренаж вокруг дома. Необходимость системы, разновидности и особенности. Дренаж – функциональная система защиты территории и конструкции от негативного и порой разрушительного воздействия воды и излишней влаги. Обустройство подобного комплекса зависит от многих факторов, как и выбор разновидности системы. Необходимость дренажа. Дренаж участка и дома обычно представляет собой несложную ливневую систему поверхностного и глубинного характера. Предназначенную для отведения дождевой и талой воды. При низком расположении участка может понадобиться не только отвод воды от территории, но и от самого дома. Для этого продумывают дренаж фундамента, как и дренаж цокольного этажа. На выбор системы могут повлиять свойства грунта. В глинистой почве влага уходит плохо. Количество осадков и уровень залегания грунтовых вод также требуют обустройства более продуманной и эффективной дренажной системы. При большом количестве построек на участке следует обратить внимание на уровень заглубления фундаментов. Если хотя бы один из них залегает достаточно глубоко, другие здания требуют дополнительной защиты. При значительном покрытии участка бетонными дорожками или патио вода будет искать самый простой выход, поэтому целесообразно обустроить систему, которая поможет отвести влагу без ущерба для конструкций и самих покрытий. Разновидности и особенности монтажа систем дренажа Первое. Вокруг здания готовят траншеи для укладки дренажных коммуникаций. Важно помнить про уклон, оговоренный с НИПом и необходимые для обеспечения естественного стекания воды. Устройство дренажа можно осуществлять разными способами, в зависимости от особенности участка. Суть дренажа такова в отведении воды от конструкции для их защиты от преждевременного разрушения. Вариантов системы можно найти немало, и выбор таковых зависит не только от перечисленных факторов, но и от бюджета, от решения монтировать его самостоятельно или с привлечением специалистов. Продолжение следует... Второе. Дно траншеи засыпают песком. Далее укладывается геотекстильное полотно. Оно монтируется по бокам траншеи, чтобы материал покрывал практически всю площадь ее стенок. Третье. Теперь засыпать траншеи щебнем и разровнять его. Толщина этого слоя составляет порядка 5-10 см. Четвертое. На углах и поворотах устанавливают смотровые колодцы, которые позволят в случае заливания помыть систему для восстановления ее эффективности. Совет. Не забудьте про то, что дренажная труба в месте монтажа колодца должна быть разрезана, иначе промыть коммуникации не получится. Пятое. Не следует объединять водостойкую систему дома с дренажной, так как суть последней – забирать влагу из грунта, а назначение первой – отвести воду от конструкции. Если объединить комплекс коммуникации, получится, что вода с крыши будет попадать в грунт через перфорированные трубы дренажа, вместо того, чтобы выливаться в сливную яму или септик. Если дома находятся на некотором возвышении, воды будут стекать на открытое пространство, которое следует оставить без бетонных покрытий. Среди других разновидностей дренажа – открытая и закрытая системы. Засыпной дренаж и глубинный. Выбор комплекса зависит от факторов, перечисленных выше, а также от особенностей участка, бюджета и других условий. Непосредственно дренаж дома обустраивают и с помощью отдельной пристенной системы. Особенности обустройства дренажных систем. Важным нюансом обустройства системы являются – уклон каналов или труб для обеспечения перетекания воды составляет от 3 до 6 мм. Расстояние между смотровыми колодцами должно быть не более 35 м. Дренаж вокруг дома обустраивается ниже глубины залегания подушки фундамента, если организовывать пристенную систему. Нюансов реализации таких комплексов в действительности гораздо больше, но учесть все факторы сможет только специалист, который знаком со всеми имеющимися вариантами и возможностями для обустройства дренажа в каждом конкретном случае. Немалое значение имеет и бюджет, ведь материалы можно подобрать в различных ценовых категориях. Важно лишь соблюсти требования СНИПов, что обеспечит безопасность эксплуатации и эффективность всей системы. С ценами на материал вы можете ознакомиться на нашем сайте. Следите за нашими выпусками в Инстаграм, ссылка в описании. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал!